Добрый день. Это программа «На всю Владимирскую» в студии Екатерины Глазковой. Сегодня в гостях в губернии 33 Светлана Садовникова, ответственная секретарь областной комиссии по делам несовершеннолетних. Светлана Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые телерадиослушатели. Светлана Геннадьевна, в последнее время все большую актуальность не только в нашем регионе, но и вообще, наверное, по всей стране приобретает подростковая жестокость. Очень часто в информационной сводке мы встречаем такие новости, как подростки несовершеннолетние жестоко обращались с животными, даже с людьми, вплоть до убийства и издевательств. Вот хотелось бы к вам такой вопрос обратить и задать. С чем вообще связана такая жестокость? То есть это родительское недовоспитание, недосмотр или, может быть, улица воспитывает так детей? Жестокость в подростковой среде – это все-таки продукт среды, это продукт воспитания. И если мы говорим о воспитании, то вначале самым главным звеном в системе воспитания является, конечно, семья. И здесь самое главное, на что нужно обратить внимание, на воспитание самих родителей. То есть если родитель озабочен жизнью и здоровьем своего ребенка, он непременно очень внимательно наблюдает за его развитием. Всегда жестокость подростковая проистекает из начальной стадии, из жестокости в детском возрасте. Если вдруг у ребенка проявляются признаки жестокости, необходимо родителю этим озаботиться и обратиться к специалистам. Здесь самому невозможно это преодолеть. Невозможно, схватив ребенка за руку, протащив его за руку по всему залу торговому, увести его от игрушек, которые он просит, и сказать ему, что нельзя, и в следующий раз он не будет этого делать, и не будет бить ногами в стену. Нет, это не решит проблему. Проблема, значит, более глубокая. Здесь проблема может быть двумя путями развиваться. Или это не здоровье. В этом случае могут только специалисты-медики помочь и сказать вам, каким образом эту проблему решать. Если же это проблема социальная, и начинается уже процесс деградации воспитания, то есть не заложено воспитание с самого рождения ребенка, то здесь помогут и социальные педагоги, и психологи, и просто педагоги, которые в дальнейшем будут работать с ребенком в учреждении образовательном. Здесь я хочу обратиться к родителям. Уважаемые родители, мне хочется обратить ваше внимание. У нас очень много и по радио, и по телевидению, и на наружной рекламе развешано информационных стендов, где указаны телефоны помощи. То есть здесь вам окажут помощь. Обязательно обращайтесь, если есть необходимость. Обратите внимание, поведение ребенка, если выходит за рамки нормы, значит, вам нужна помощь, если вы сами не в состоянии справиться. У нас, к сожалению, у родителей, у большинства родителей возникает такая иллюзия, что это моя семья, пожалуйста, не вмешивайтесь, я сам воспитываю своего ребенка. Но здесь нужно помнить, здесь как вседозволенность, и так и запрещение всего и всего, это тоже две крайние меры. Они тоже в обязательном порядке выльются в пубертатный период, период созревания, выльются в очень серьезные проблемы. Здесь еще одна проблема, которая впосредствии выразится обязательно, это проблема, это проблема недостаточного внимания к ребенку со стороны родителей. У ребенка начались проблемы, он приходит из школы или из детского сада, плачет, я не хочу идти в детский сад, я не хочу играть с Машей, или не хочу играть со своим другом Павликом. Значит, проблема в чем-то, нужно сходить обязательно, уточнить, поговорить с ребенком, поговорить с воспитателем, с педагогом, и уточнить, в чем проблема у ребенка. Нет ли насилия со стороны детского коллектива над ребенком, здесь нужно обязательно обратиться. Вот отсюда потом в дальнейшем и будет снята проблема жестокости. Это первое. Это жестокость по отношению к сверстникам. Своим сверстником. То есть, если ребенок здесь, нужно еще помнить самое главное, что мы отвечаем не только за своих детей, мы отвечаем за свою старость. Помните Макаренко, как сказал? Хорошо воспитанные дети – это наша счастливая старость. Плохо воспитанные дети – это наши слезы потом. Это наша ответственность не только перед самим собой, но и перед обществом. Так вот, для того, чтобы нормально воспитать ребенка, нужно очень внимательно и хорошо к нему относиться. Нужно научить его не только говорить «да», но и говорить «нет». Нужно научить его и переживать неудачи, в том числе. Если ребенок не умеет переживать неудачи, он потом будет добиваться лидерства именно жестокостью. Потому что каким образом можно занять позицию лидера? Самое известное – это подавить оппонента силой. Вот, пожалуйста, еще один пример жестокости. Также пример жестокости здесь тоже может из отсутствия внимания. Не может ребенок каким-то образом сам себя реализовать. Я должен себя реализовать тем, что сделать, допустим, какие-то необыкновенные вещи, которые привлекут ко мне внимание. И здесь ребенок уже теряет грань. Он не видит, к сожалению, грани. И вот по отношению к животным – это еще одна тема, которая очень жертвепешущая и очень в последнее время широко как бы муссируется. Уважаемые родители, давайте мы с вами договоримся, что чистота в доме и отсутствие животных – это не есть лучший вид воспитания своего ребенка. То есть воспитывая ребенка, а уже это признано, это один из способов воспитания, с помощью животных – научить любить, научить заботиться о меньших в расстрадах. Что твоя кошка плачет, что ей больно, значит, нельзя ее за хвост тянуть. Это знает маленький ребенок. Он впоследствии никогда не будет тянуть кошку за хвост. Если он здоровый. Мы не говорим с вами о патологии здоровья, это совсем другая тема. То есть вот здесь тоже в ущерб может быть даже и чистоте в доме, в ущерб может быть даже и комфорт от того, что нужно с собакой выходить гулять два раза и утром, и вечером. То есть заведите дома животное, научите ребенка заботиться, любить. И тогда, может быть, ваше отсутствие дома, долгое отсутствие ваше дома компенсирует это животное? Светлана Геннадьевна, вопрос также к воспитанию семейному. Если дети видят жестокость в своей семье, например, детей бьют за проступки какие-то. Совсем недавно был случай, когда отца, не помню, к сожалению, в каком районе нашей области, оштрафовали за порку сына. Все, кто пришел в школу, признался об этом, отца наказали. Все-таки с древних времен вообще в нашей стране, на Руси еще шло, что детей нужно воспитывать, пока они поперек лавки, так скажем, лежат, да, или либо розыгами в школе. Почему вот сейчас, если ребенка ремнем, так скажем, и в моем детстве меня били ремнем, и мою сестру, и моих родственников, ну, если сейчас ребенка ударить, вырастет ли он жестоким? Обязательно ли это как-то связано, вот такое вот воспитание, с тем, что вырастет из ребенка? Вот я вам могу сказать, это мое мнение, это мое мнение. У нас все-таки страна патриархальная. Корни наши очень глубокие, и их вырвать никому еще не удавалось. Хорошо, что не удавалось, и не удается, мы стоим на этом. Главное в семье – это отец. То есть авторитет отца должен быть. Если есть авторитет отца, ребенок никогда не будет его посылать куда-то, да, да пошел ты, да не буду я тебя слушать, и не будет через него переступать. Через авторитет отца не переступишь. Если есть в семье отец, и отец правильно воспитывает ребенка, занимается его воспитанием. А что такое правильно воспитывать? Своим примером. Правильное воспитание – это воспитание примером. То есть опять же обратимся к Макаренко. Не надо прилагать особых усилий, вы только живите сами. Живите по правде, по-настоящему, без двойного дна. И тогда ваши дети будут по правде, по-настоящему бороться за медали. Тогда ваши дети по правде, по-настоящему будут сопереживать. Тогда ваши дети по правде, по-настоящему будут помогать. То есть воспитывать не детей, а себя в первую очередь. Себя в первую очередь. В нашем понятии семья это прозвенел марш Медельсона, отпраздновали, отвеселились. Это семья. Семья это труд. Семья это труд. Это где трудятся все вместе. Вот если с первого дня в семье трудятся все вместе, семья будет крепкой. Семья воспитает хороших граждан. Потом из-за этой семьи вырастет ребенок, который будет в социуме настолько себя чувствовать хорошо. Он будет в лагере себя чувствовать хорошо. Он будет себя чувствовать хорошо потом и в армии. Он будет себя хорошо потом чувствовать и на работе, в рабочем коллективе. Он себя потом в своей семье построит. Именно так, чтобы в ней будут все счастливы. Наше счастье от нас зависит. Но здесь не стоит унывать, если вдруг такая сложилась ситуация, что нет в семье отца. Мы знаем, что это как бы проблема из проблем. Для этого есть государство. Государство взяло на себя в этом случае обязательства. То есть государство четко поставило задачу помогать тем, кто в помощи нуждается. У нас практически в каждом образовательной организации есть социально-психологическая служба. Просто нужно не стесняться обращаться к своей проблеме. Может быть, есть одинокие матери, так скажем, либо бабушки, которые опекают детей. Они, может быть, так же... Мы сами решим нашу проблему семейную. Либо стесняются, что про них кто-то будет говорить. Может быть, анонимное какое-то есть обращение. Есть, конечно. Есть и телефоны доверия, по которым можно обратиться. Это все бесплатно. То есть государство, понимая, насколько тяжело людям может быть в той или иной ситуации, насколько им нужна помощь, оно бесплатно дает им возможность специалистам. У нас к гадалкам и предсказательницам записываются и тратят безумные деньги для того, чтобы тебя просто обманули. Я не жалею денег. А для того, чтобы мне сказали правду и помогли, я почему-то стесняюсь, и почему-то какие-то стеснения, и почему-то какое-то неудобство. Это неправильная позиция. Я соглашусь с вами, Светлана Геннадьевна, и призову наших телезрителей обращаться за социальной помощью обязательно. Ничего страшного в этом нет. Светлана Геннадьевна, еще одна из тем, которую я предлагаю сегодня обсудить, это подростковая преступность. Плавно, так скажем, перейдем от жестокости к преступности уже в более тяжелой сфере. Вообще, как у нас ситуация с преступностью у вас состоит сейчас в регионе? На сегодняшний день в Владимирской области нам удалось побороть тенденцию роста преступности. Мы снижаем преступность по сравнению с 2015 годом. То есть у нас совершено на сегодняшний день более 300 преступлений, и эти преступления в основном, это преступления корыстного характера, это кражи. То есть это кражи у нас... Мелкая, крупная какая-то? Нет, это кражи мелкие. Это мелкие кражи в основном, то есть кражи личного имущества, так скажем. Но это, как всегда, гаджеты различного рода, то есть соблазн, как всегда. Да, соблазн, зависть или нищета. Вот есть какая-то статистика? Вы знаете, из детей, совершивших преступления, опять же, вот статистика, из детей, совершивших преступления, 40% проживали в семьях одиноких родителей, 10% в семьях, где родители сами судимы, и только 10% в семьях, где родители недостаточно обладают материальным достатком. Статистика говорит о том, что не самый главный показатель материальный достаток. Вопрос другой, что понятие для ребенка свое чужое, оно какое-то относительное. У нас очень часто еще одна тенденция, когда дети с удовольствием друг к другу обмениваются. С удовольствием друг к другу обмениваются. Драгостоящими предметами. Одеждой обмениваются, обувью обмениваются. Ничего в этом не считают особенного. Это с детства, наверное, идет, когда все сидят в песочнице и лепят куличики, простите. У всех одни лопатки, ведерки. Это вот как-то оттуда или уже с возрастом другое понятие? С возрастом другое понятие, конечно. То есть это отсутствие ценности в этих вещах. То есть эти вещи не ценятся детьми и не являются для них ценностью. Они приобретены родителями. Надо учить ребенка понимать? Ценить. Ценить. Может быть, как-то зарабатывать на эти вещи? Надо учить ребенка понятие ценности определять для ребенка. Опять же, это воспитание. Это то, о чем мы говорим. То есть мы должны ребенку с детства внушать. Вот это можно, это нельзя. И с детства должны ребенка учить поведению в обществе. То есть для того, чтобы он приемлем был для общества. Чтобы оно его не отторвало впоследствии. Что касается других преступлений, вот кражи это одно, а каких-то более тяжких совершаются в нашей области? Продолжается такая тенденция? Нет, их очень мало. И мы даже на них не акцентируем внимание. Потому что это преступления, совершенные по случайности. У нас тяжких преступлений, к сожалению, к счастью, не совершено. У нас только одно убийство совершено. И изнасилования в этом году тоже не было. То есть мы должны с вами понимать, что у нас самое главное, чего мы достигли, это наше достижение. У нас повторная преступность практически сошла на нет. У нас в области 43 несовершеннолетних, которые осуждены за совершение преступления, причем меры осуждения, связаны с лишением свободы. Это различные иные меры. И специального воздействия, и условные меры. И всего одно преступление, совершенное ими вновь. 43 лет. То есть мы должны понимать, что это очень мало. Это благодаря именно усилиям и работе, слаженной работе органов учреждения системы профилактики. Ну и вместе с родителями, наверное, тоже, да, взаимодействие какое-то проводится. Вот здесь самое главное, когда родитель хочет своему ребенку помочь, он идет навстречу. Результат, конечно. То есть результат обязательно будет. Не может в работе не быть результата. Но здесь, опять же, я хочу обратиться к родителям, чтобы мы понимали. В области 250 с лишним тысяч несовершеннолетних. А на учете, различных видов учетов, различных видов учетов, стоят 3000. Разница, правда? Так каждый родитель должен задуматься, а почему мой-то совершил учет? Как вообще ребенок встает на учет? Объясни, что такое учет. Какая провинность вообще, с чего он начинается? Учет — это, значит, проведение учет, это профилактическая работа. То есть практически учитываются те граждане, которые без их желания, без их желания, значит, подпадают под органы системы профилактики, то есть под проведение профилактической работы. То есть я без моего желания выносится решение, при котором определяется, кто будет проводить профилактическую работу, какую профилактическую работу и какими силами. И, соответственно, извещаются родители, ребенок, все это официально, это вполне юридически официальное действие, и никаких новостей, никакой для родителей, для ребенка здесь нет, что с ним проводится профилактическая работа, с ним и с семьей. Вот те дети, которые совершили противоправные деяния, они как раз и подлежат проведению с ними идеальной профилактической работы. То есть это начинается с той же кражи, например, мелкое какое-нибудь хулиганство в школе. В том числе. Тоже считается. Разбил окно, оскорбил учитель, это все тоже считается. Нет, это разные действия. Вот посмотрите, есть у нас детская шалость, это шалость, это не проступок. А есть проступок, который носит четко противоправную направленность. И когда идет речь о том, что он сознательно или несознательно причинил ущерб какой-то, заводится уголовное дело. Оно отказывается, потому что ребенок не достиг возраста наступления уголовной ответственности. Тем не менее, изучается личность подростка, изучается влияние коллектива школьного, насколько он в школе адаптирован, или, допустим, двор, как во дворе, как он себя ведет, изучается роль семьи. Если все факторы, которые влияют на поведение подростка, недостаточно, в этом случае проводится, организовывается индивидуально-профилактическая работа межведомственная. А что касается более тяжких преступлений, подростки, которые выходят из детской колонии, они вообще меняются, как-то адаптируются? Что с ними происходит с социуми, когда они выходят оттуда? Профилактическая работа, как мы с вами говорили, это работа, которая проводится с целью недопущения подросткам повторного совершения повторных преступлений. То есть государство берет на себя воспитательную функцию. Почему рядом с родителями? Потому что родителям не удалось сделать так, чтобы ребенок не попал в те три тысячи. Значит, что-то не получилось у родителей. Здесь государство совершенно бесплатно оказывает помощь родителям, включается различного рода специалистов. Есть те дети, социализация которых и реабилитация проходят в рамках обычной привычной среды, и она хорошо проходит, и результаты хорошие. Эти дети остаются здесь. Но есть дети, реабилитация которых невозможна в рамках привычной среды. Это специалисты дают заключение, что ребенка нужно изолировать с привычной среды. И он направляется в специальное учебное заведение или места заключения именно с целью его реабилитации, но в особой среде. Там, конечно, работа проводится индивидуальная, она проводится специальная работа. То есть, как правило, оттуда дети выходят совершенно изменившимися. То есть повторно, даже не повторно, а просто преступниками не становятся, как правило, да? Вот если несовершеннолетний вышел из учебного заведения закрытого типа, и мы его наблюдаем до 18 лет, до 18 лет он сохраняется, он не совершает повторных преступлений. Он меняет свое поведение. К сожалению, я не могу сказать за детей, которые вышли уже в 20 лет изменившения свободы, я уже не могу сказать, как сложилась их судьба, мне сложно это говорить. Но частью из них я уже встречаюсь только в другой роли, они уже родителями становятся, и я с ними встречаюсь. Вполне адаптированные люди. Светлана Геннадьевна, хотелось бы еще одну тему с вами сегодня обсудить. Это вопрос безопасности. Несмотря на то, что всем родителям уже тысячу раз предупреждено, что москитные сетки или просто открытые окна – это очень опасная вещь, так скажем. Все равно продолжают случаи, когда дети, к сожалению, выпадают из окон с высоких этажей и, к сожалению, погибают. Вот совсем недавно в Мурме произошел такой случай. Трехлетний малыш упал из окна, оперевшись, опять же, на ту пресловутую москитную сетку. Ребенку было, к сожалению, оказано помощь, но уже поздно. Расскажите, пожалуйста, если родители не понимают, либо просто забывают о вопросах безопасности, можно как-то предотвратить это другим способом, пресечь такие случаи? Вот на сегодняшний день, к сожалению, эти случаи имеют место быть. На сегодняшний день мы имеем пять случаев выпадения детей из окон, и один из них закончился трагически смертельным. Если в 2015 году такое же количество у нас было за год тоже, в этом году за полугодие, в 2014 году у нас таких случаев было 14. Мы в 2014 году очень массированно работали с родительским сообществом. Результат в 2015 году, как видите, да, на лицо, практически. На сегодняшний день мы продолжаем работать с родительским сообществом, но немного мы другой крен дали. То есть мы посчитали, что родители все поняли, и о том, что следить за детьми в летний период, когда открыто окно, нужно, значит, и это не обсуждается. Видите, опять случай выпадения детей из окон. Причем дети выпадают из окон, и вот как в последний случай у бабушки, когда бабушка, значит, недосмотрела. Здесь государство решает эту проблему. Вот по инициативе Следственного комитета, значит, обратились к производителям окон для того, чтобы они поменяли запорное устройство на окнах. Но когда это будет и как это будет выглядеть, это мы еще с вами не знаем. Мы увидим это. Но если мы не будем следить за детьми, ребенок найдет, каким образом, даже не только через москитную сетку, выйти на балкон и из балкона упасть. Опять разговор о том, если есть в семье ребенок, в беспечности нет места. Ни минуты. Нельзя отлучиться, оставив ребенка в ванную мыть голову, а потом прийти и обнаружить его на асфальте. Это категорически нельзя. Если в доме есть ребенок, с ним нужно быть постоянно, следить за его безопасностью. Если вы не можете его поместить в безопасное какое-то место, или в кроватку, или еще куда-то, будучи уверены, что ребенок не нанесет себе никакой травмы, а он нанесет себе травму, может, и опрокинуть на себя горячее что-то, и колющие предметы, режущие, взяв руки. Ребенок нуждается в постоянном внимании до тех пор, пока он сам не научится обеспечивать свою собственную безопасность. Это вот об этом. И мы еще с вами о безопасности, не только об окнах. Мы начало, значит, сезон у нас, видите, какой купальный сезон продлится, судя по всему, август обещают жарким, продлится купальный сезон надолго. Здесь опять же о гибели детей на воде. У нас в этом году уже погибли 4 ребенка. В прошлом году мы, значит, гораздо больше, это было, значит, 8 человек, и в прошлом году мы массировано работали именно по гибели на воде. Тоже с родителями был разговор? С родителями. В этом году у нас таких случаев 4, причем 2 из них москвичи, дети московские. То есть мы все-таки надеемся, что до наших родителей, как бы мы донесли вот эту, значит, опасную очень ситуацию, когда одного ребенка отпускают купаться, и ребенок попадает в такую ситуацию. И еще одна огромная просьба к родителям. Опять же, я просто обращаюсь от имени всех тех, кто работает с детьми. Если вы у себя на участке садом или дачным вырыли водоем или создали какой-то маленький водоем из искусственно созданных сейчас конструкций, закрывайте его, если у вас есть ребенок. Огородить, закрыть все, что угодно. Закройте его. Или вы сеткой его закройте. Или иначе как-то... То есть ребенок, поймите, для ребенка, для маленького, даже неглубокой, значит, вот такой водоем является местом потенциальной опасности. Вот огромная просьба. То есть дизайн — это дизайн. И красота — это красота, но жизнь дороже. Да, если привозите ребенка, тем более на дачу. Следите. Кроме этих бассейнов есть множество опасных участков на даче. Все равно такие случаются. Опять же, какая-нибудь газонокосилка, либо еще что-то. Опять хочется призвать родителей. Следите с детьми, следите за тем, что происходит вообще вокруг, правильно? Да, конечно. Светлана Геннадьевна, вернемся немножко к окнам. Вот обсудили мы сейчас все, что касается детей маленьких, как дети выпадают, оперевшись на москитной сетке. Но что касается уже взрослых, так скажем, повзрослевших детей, осознанно, которые идут на этот шаг и по разным причинам из окон выпрыгивают, пытаясь вести счет из жизни. Сколько у нас таких случаев было? Беда и сбед. У нас на сегодняшний день, значит, пять случаев суицидов. Беда и сбед — это когда ребенок состоявшийся, взрослый, которым ты думаешь, что ты для него все дал, и на сегодняшний день ребенок дает результат, плоды твоего воспитания, как последний ребенок, ушедший из жизни, и вдруг ребенок уходит из жизни. Самое главное — то, ради чего ты жил, самое главное — то, на что ты опирался, ты видел результат своих усилий, и ребенок уходит из жизни. Это самая большая трагедия. В жизни вообще гибели ребенка, в любой ситуации — это самая большая трагедия для родителей. Здесь только можно посочувствовать, вот я выражаю искреннее сочувствие тем родителям, у которых потеряли своих детей. Что же по суицидам? Милые, уважаемые родители, это только внешне кажется, что наш ребенок благополучен. Посмотрите, мы вас опять же просим, посмотрите, пожалуйста, в социальных сетях, когда ребенок в социальной сети, прежде чем уйти из жизни, оставляет удачливый ребенок, хорошо учащийся. То есть ребенок успешный во всем в социальных сетях оставляет призыв о том, что он одинок или о том, что он не понят. Нужно обратить внимание. И чтобы этого не произошло, пожалуйста, больше со своими детьми откровенно разговаривайте. Будьте для своих детей самыми близкими друзьями. Ближе родителей не может быть подруг. Ближе мамы подруги нет. Ближе друга отца нет. То есть это должны все родители понимать. Самый близкий друг — это родитель. И вот до тех пор, пока мы не будем для своих детей самыми близкими друзьями, наши дети будут сводить счеты с жизнью. Из-за малейших не урядится. Вот причины всех гибели, всех детей, что погибли, вы не поверите. Такая ерунда. Это просто не урядится, для которой для ребенка показались трагедии. Расставание с любимым, неудача, какая-то просто элементарная неудача в своей среде. Показалось, что над тобой смеются, что над тобой насмехаются. Показалось, что ты неуспешен. Дети сводят счеты с жизнью. Тем более подростку, который в ней только формируется. Они не понимают, что он уходит из жизни навсегда. Они почему-то думают, что их жизнь повторится где-то в другом измерении. То есть, пожалуйста, уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям. Светлана Геннадьевна, к сожалению, на такой грустной ноте мы с вами вынуждены закончить наш эфир. Я надеюсь, что таких случаев, конечно же, будет меньше. И хочу призвать всех родителей обращаться в органы социальной поддержки. Не бойтесь, не переживайте. Вам там обязательно окажут помощь, вам и вашим детям. Я благодарю вас за интересную беседу. Всего доброго. Меня зовут Екатерина Глазкова. Все новости, в том числе и сегодняшний выпуск программы, ищите на нашем сайте. Я прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова